добрый вечер дорогие гости дорогие друзья я приветствую вас в midnight loft онлайн наш ежедневный антистресс наш ежедневный поток информации наш ежедневный брейнсторминг мы не прекращаем креативить общаемся с замечательными супер музыкантами сегодня мы решили расширить нашу аудиторию и наш хэштег лофт терапия теперь охватывает новые и новые пространства сегодня два замечательных гостя это наши замечательные духовики наши любимые наши просто вот обожаемые пассажиры нашего и музыкальной жизни кстати говоря поймала себя на мысли что а духовиков то у нас еще не было так что сегодня с первооткрыватели этих замечательных музыкальных инструментов флейтистка анна глушкова которая расширяет аудиторию сторону всего вообще коллектива театра покровского и данил валюкевич который расширяет аудиторию сторону оркестра под правлением павла когана кто эти люди почему они попадают наши диалоговые окна какие мы будем обсуждать сегодня с ними тема не представляю но обещаю вам одно совершенно точно будет весело будет очень информативно и интересно ну начнем со стандартно позовем их так сказать наши наши окна сделаем так чтобы они наконец-то явились в наш онлайн и так давайте давайте стучитесь сюда дорогие друзья и мы вас впустим пока вы можете написать мне насколько меня хорошо или плохо слышно и видно насколько у меня так сказать уже произошли изменения во внешности узнаваемо ли я с по сравнению со вчерашним днем с вчерашней полночью вот пока вы думаете я принимаю гостей на борт так и кто-то забыл обновить инстаграм так бывает когда окно не открывается то есть когда слышно но не видно может мы так и останемся на черном фоне нет дело в том что вас не слышат слышу вас только я не узнаваемо давайте перевтыкнем подождите сейчас так друзья у нас конечно же не бывает с первого раза да у нас как обычно ну духовики на что сказать но все с ними ясно не обновляют вовремя инстаграм знать это не пианисты вам это не струнники которые там постят себя любимую вот эти люди серьезные люди слышно слышно видно видно нет спасибо большое за позитив аудитории нет нет сейчас все таки мы добьемся чтобы они с нами как бы вышли и были видны еще ко всему прочему трафик на самом деле в полночь бывают разные сегодня наверное у нас какой общий день недели вторник сюда среда сегодня вот проверка на трезвость так ну что отправляем еще разок этот запрос мы не теряем надежды как говорится вчера у нас был такой замечательный брейнстор на вообще столько всего обсудили вообще и сегодня у меня был супер интенсивный день не знаю как у вас но у меня такое ощущение что меньше работать я не стала стала работать даже больше а вот сколько я сегодня перечитала просто уже глаза на самом честном слове вот ну-ка попробуем второй раз за вторым разом как говорят музыканты ну что ж алис и обновила и ничего не произошло ты себя видишь вы себя ведь мы себя не видим вот в этом-то и вся лажа что же мы будем делать дорогие друзья так давайте спросим аудиторию я буду общаться с черным квадратом малевича такого еще не было вы видите так сказать наших гостей или нет вы слышите надо подождать пока люди клацают неужели не слушайте но у вас же интернет хороший у меня хорошая так дорогая аудитория напишите отпишитесь дайте знать мы не видим понятно и мы не видим вот только что вы наблюдали вы знаете вот вы одни из немногих людей которые бывали на этой местности в реале но в гости онлайн такой опции у нас еще не было конечно как ваше ощущение это ваш первый онлайн жизни или вы практикуете уже ты знаешь по моему по моей реакции видно что это мой первый онлайн потому что я не знаю что делать с камерой первый онлайн комом первый онлайн комом это старинное русское выражение дорогие друзья ну скажите пожалуйста как вы там как вы живете что у вас на самоизоляции вообще происходит то есть мы же уже с вами сколько-то сидим хорошо сидим хочется сказать месяц полтора уже полтора в принципе часики тик-так что вы делаете занимаетесь ли вы апгрейдиваете вы себя или как-то вы деградируете наоборот давайте все по порядку ну начнем пожалуй с того что кое-кто занимается и довольно много но это не я потому что занимается кто-то не умеет играть поэтому и она видимо достала соседей которые уже даже не выходят из квартиры соседней они даже звуков не издают там они сидят и молчат видимо они подумали что произошло нечто ужасное какие-то звуки страшные в квартире соседней происходит в общем вообще я заметил только одно что когда мы выходим из квартиры и возвращаемся из магазина ну я выхожу и возвращаюсь обратно из магазина то всегда свет там будет горит а не видимо следят за нами кто вышел когда вошел а вот здесь как раз поворотный момент вот буквально угадал мои мысли даня ты угадал просто я хотела спросить сколько уже соседских детей захотела заниматься на флейте и на фаготе то есть вы ведете учет сколько людей просто под звуки вашей музыки захотели пойти и так сказать хоть чем тебе чей нибудь себя занять не в онлайне ну конечно это протестируете перчатки на них наденете намордники все и особенно в наморднике играть очень удобно так что мне кажется что сейчас люди ненавидят классическую музыку по крайней мере флейту и фагот они ненавидят точно а как у вас со звукоизоляцией кстати говоря то есть вы уходите в какие-то разные помещения да так это происходит или вы поозже занимаетесь или ты дай как бы не занимаешься что ты хотел сказать говоря о том что человек который занимает ты как бы озвучил а вот по поводу себя ты как-то нет я же говорю что занимаешься тот кто не умеет играть а это человек он все равно учился и видимо да что ему не нужно не играть в общем занимается в основном аня потому что у нее для этого есть возможности и куча задач во-первых ей надо заканчивать всякие конкурсы впереди и так далее у меня ничего подобного нет нам объявили на работе что ребята гуляйте до конца сезона скорее всего вы ничего не сыграете в этом году поэтому смысл сейчас напрягать всех соседей и вокруг самого себя и они не вижу никакого я так поигрываю иногда для себя по чуть-чуть так чтобы по за форме задержать и все какой хороший оркестр и под управлением павла когана слушай там вам человек на треугольник не нужен я знаю одного очень талантливого человека который мечтает войти как это в гос в государственное учреждение так сказать особенно в такой ответственный момент как самоизоляция которая сейчас наступила вот поиск какой-то новой жизни новых опций видите дорогие друзья кто ищет тот найдется именно на 27 онлайн я практически уже пристроилась на работу ну в общем ты знаешь насчет детей соседских я насчет фагота я точно уверен что никто не захотел им заниматься просто потому что не знаю что это такое может быть и слава богу ну да я думаю они слышат какие-то звуки унылого бревна и не больше этого да мы придумали новые названия для инструментов она называет фаготу новым бревном а я когда помогал ей переводить с английского языка статью одну про приколочный концерт то там название очень замечательное было называется визжащий пруд так называл всех флейтистов что не причем он сам был флейтистом и при этом он не любил наших коллег и говорил что лучше флейтистом особенно на пиколке заниматься где-нибудь в отдалении от людей желательно в каком-нибудь поле где нет никого вообще чтобы никто это не слышал потому что эти звуки могут распознать только летучие мыши но не люди а вот летучие мыши сейчас как раз в тренде если вы понимаете о чем я аня таким образом ты как бы что ты шаманишь и привлекаешь к нам летучих мышей да я знаешь я стараюсь всех богов призвать к тому чтобы чтобы мы быстрее вышли на работу на самом деле вот если без шуток без всего то работы очень не хватает и без нее тяжело только что тебя повысили под надо по должности ты уже все как бы как это у вас концерт мистер не концерт мистер только что вот у тебя произошел апгрейд потому что я вас приветствую все директора всех оркестра вообще мира вот слушайте на самом деле давайте так давайте серьезно вот по поводу работы мне интересно то есть получается дань у вас нет онлайн опции да вот там сдачи партии ань к тебе такой же вопрос по очереди ответить слава богу у нас нету и ну были слухи ходили какие то что мы запишем какую-то песню под какую-то фанеру потом это все нарежут видимо как-то под что-то подставят играть ничего не будем естественно просто свести все это невозможно сама понимаешь у всех разный интернет разные качества камер связи и так далее это все будет полная хренатень и соответственно сказали решили просто под фанеру нас записать видео как-то свести и потом кому-то показать кому непонятно но эта идея так понял провалилась с треском потом они хотели еще какую-то песню джазовую записать зачем непонятно нашим оркестром джазовую песню писать опять же пока ничего не известно молчат за оплату перекидываясь каждый месяц и все и никаких слухов особых нет пока мне кажется это идеально просто я тоже так считаю мне очень нравится у нас ситуация нам даже вот честно сказать нам не говорили ничего про запись я знаю что большой театр основной состав мы сейчас являемся камерной сцены большого я знаю что большой писал некоторые видео сведенные они писали на щелкунчика но это было в таком шуточном формате то есть люди выходили кто-то там в костюме супермена спайдермену спайдермену да но кто-то просто показывал что я там играю на дудке рядом дети рядом пылесосы рядом уборка но все в таком духе сейчас много довольно таких видео и большое дело такую тему мы ничего не делали да слушайте но я поняла с работой как бы все ясно как говорится у матросов нет вопросов у вас просто все все идеально но а вот вообще вот оказавшись на одной так сказать площади два музыканта тем более как бы два духовика вас не было шальной мысли покреативить но все-таки уже достаточно времени прошло чтобы как бы это пришло в голову в нашу воспаленную как бы что-то такое выучить вдвоем что-нибудь такое закреативить потом запостить в инстаграмчик там залить на ютубчик было да вот я чувствовала ты знаешь я распечатала еще в то время когда у меня был принтер я распечатала вот такую вот просто стопку дуэтов битховен виолончельные скрипичные дуэты то есть там большой выбор вот они пылятся сейчас на пульсе и я не знаю какой слой пыли а я знаю какой культурный слой пыли идеальная ситуация потому что я честно сказать вот ну переживала подспудно что я вот думаю ну вот оказались ну вот фаготист флетистка ну вот как то вот оно ну коннектится да с музыкантом но как то вот оно все но как-то криво да вроде то есть не было ли у вас сожаления в какой-то светлый день самоизоляции что никто из вас не пианист понимаете если пианист и фагот или там флейта и фортепиано это как бы понятно когда вот ну не было ли у вас сожаления а я поняла к чему ты хочешь приезжай к нам у меня такая идея была в начале была а давай мы тебя сюда заберем чтобы весело было втроем сидеть но тогда уже вчетвером потому что вот клавянова как бы едет со мной он у меня все равно ничего такого нет поэтому в любом случае пришлось бы вести вот а во вторых ты знаешь у меня наверное никогда больше не возникнет подобной мысли потому что я к большому моему сожалению и как тебе даже сказать к скорби моей наверное в детстве был пианистом 4 года с 5 до 9 лет я настолько ненавижу этот инструмент и прости за это дело конечно я люблю фортепианную музыку и так далее но сесть за него никогда в жизни больше не сяло просто вообще меня аж трясет нет 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 да нет все нормально сегодня у нас короткий короче вид на это лофт онлайн ребят ну вы понимаете как бы почему я не звала бы холиков в нашу студию да теперь вы все поняли так ну хорошо этим разобрать абсолютно слезно ань ну вот ты занимаешься контентом как бы из вас двоих понятно кто у вас так сказать менеджерской жилкой так сказать медийностью дружит потому что очень легко разобраться как бы они есть инстаграму да не его нет ну тут все просто изи для меня да ты как человек который постоянно вот что-то выкладывать причем принимаешь участие в этом знаменитом челлендже там 100 days of practice и постоянно какие-то мы слышим но иной раз вообще сумасшедшие вещи которые ты разучиваешь причем так очень упорно целеустремленно какие еще флешмобы вот к этой постоянной твоей активности ну добавили за это время может быть и стала раскручивать там не знаю youtube как и допустим это делаю я вот или что-нибудь еще такого плана ну целом да во первых я наконец-то начала обрабатывать видео то есть ты знаешь обычно я это дело делегировала кому-то вот честно сказать то есть кому-то из моего окружения и если мне нужна была запись для отбора на конкурс или не просто нужна была хорошая обработанная запись концерта в плане цветокоррекции в плане обрезки естественно я это поручала кому-то сейчас я начала в этом разбираться сама и в целом меня это увлекло хотя первое время это выглядело так что я сидела и короче мат на мате но в принципе потом я взяла себя в руки я начала учиться этому в целом оказалось это не так сложно но несколько видео я сейчас обработала залила пока что буду развиваться дальше наверное тоже в этом плане смотреть обрабатывать может быть поэтому соседи не выходят из квартиры а не потому что она флейте занимается они очень новые слова это которые раньше не слышали нет это очень вероятно на самом деле у меня вот какая мысль проскочила как бы флейта есть да как бы там не знаю статьи твой есть теперь умение нарезать видео и даже как-то там над ними шаманить это умение тоже появилось так это уверенный влог это уже без пяти минут понимаешь влогер нашего как это нашего времени влогер нашего времени классно сказала сам тебя не похвалишь никто не похвалит ну конечно вот так вот в чем прикол может быть действительно пришло время ну как-то как я здесь постоянно поднимаю музыкантов на то что ну хватит уже заниматься все равно не скоро концерты так придумай что-то другое какой-то другой продукт который еще будет и обучающим интересным ну ты знаешь ты права у меня эти мысли возникали но ты сама знаешь что для хорошего качественного контента нужен как минимум фон хороший то есть вот вот это было на это единственное что здесь есть приличное вот честно и причем она прилично выглядит только когда качество ну такое как на камере на фронтальной камере поэтому в этих условиях я думаю что ничего я снимать помимо ну каких-то таких отрывочных видео не буду но в целом потом думаю да может что-то из этого возникнет нужна идея нужно оборудование оборудование хорошо что у меня есть свое оборудование есть микрофон диктофон есть камера и это уже большой плюс из этого можно что-то выжить я тебе хочу сказать что я просмотрела наверное штук 20 роликов блогеры на минималках и вот сейчас в принципе вот перед вами блогер на минималках как бы вы это не знали но я вам это озвучиваю то есть в принципе для того чтобы снять ну вот по нашим меркам да как бы реально такой ну условно качественный контент уже достаточно гарнитуры достаточно вот этой фронтальной камеры и как бы желание поговорить со своим телефоном этого в принципе достаточно а это все у тебя есть как бы то есть причем даже как бы с собой и вот абсолютно не напрягаясь и таким образом и фон уже сразу не нужен ну в общем короче а я прошла уже через 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 тиркзвездам именно в этом вопросе могу тебе дать такую легкую рекомендацию можно хромакей но учить ее хромакеем больше устроить чтобы она основывается как как называется хромакей на зеленом на зеленом фоне она будет рассказывать что-нибудь или играть а потом сзади сделает карнеги холл даже кто угодно сделает какой-нибудь там будет сзади ходить какой-нибудь исак перлуман какая разница кто вот кстати нам с тобой эта идея в голову не приходила нет почему она приходила просто я не хочу выглядеть на фоне как будто бы меня вырезали из аппликации с какой-то как будто бы зеленые человечки украли меня понимаете я шлю привет другу из другой планеты сказать какой то все не хочу чтобы это выглядело настолько межгалактическом формате вот но ребят с этим все более или менее понятно но есть какие-то такие более сказать широко профилированные флешмоба ну типа изоизоляция вот я вчера сокрушалась что те люди которые заперты не по одному на самоизоляции ну а как минимум вдвоем там второе вообще мало ли кто как живет да опять же один держит камеру другой в это время уже в кадре уже все уже там уже его на деле на него все загримировали уже опа и получился рембрандт где ваш креатив я все жду от вас неужели вы одни из тех людей вот у нас просто аудитория раскололась на двое понимаете кто-то уже деградирует вот второй месяц кряду а кто-то все продолжает учиться 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 вот какой в каком лагере вы вообще я в лагере все таки я стараюсь учиться но пока я тормоз по сути поэтому я торможу и я развиваюсь медленно и ну что у меня еще сейчас знаешь у меня же ассистентура сама понимаешь что я должна закончить и у меня сейчас появилась учеба какие-то пары появились там личный кабинет например который мы заходим мы загружаем туда какие-то лекции какие-то конспекты вот я честно скажу я этим за два года занималась мало и сейчас вот эти несколько месяцев это самое продуктивное время наверно в плане учебы для меня тем не не очень хочется это делать то есть например экономика культуры меня не очень интересует но а это очень зря все что сейчас содержит в себе слово экономика должно очень сильно интересовать как никогда я бы сказал ну ты знаешь аня ты в этом не одиноко потому что это похоже на рассказ допустим тех же самых лауреатов конкурса чайковского которые все время катаются и у них нет времени учиться очень очень напомнил мне слезный рассказ потому что сейчас то уже нет оговорок сейчас то уже все конец надо срочно как-то заходить в кабинет но я вообще не понимаю какие проблемы даже с точки зрения организации вот сейчас для тебя например да оказаться полуночном таком формате это не совсем естественно твое состояние потому что все мы знаем что ты у нас жаворонок это то представляете то страшное исключение которое иногда случается в нашем музыкантском мире это это невероятно вообще как можно играть вечерние концерты при этом быть жаворонком расскажи как это как это оказаться в полночь здесь как ты держишься кофе пьем но дело не в пуэре на самом деле о том что режим у нее был такой наверное когда была работа в данный момент немножко по-другому я подрываю всегда раньше а она валяется кофе я уже завтра не стал уже потом только короче мид на это уже все какую категорию пойдете вы друзья есть такие музыканты которые наверное 8 утра придут еще не ложившись вот и это скорее всего будут духовики либо народники ну или контрабасисты максимум но не дальше все что дальше обычно ложится раньше то есть я две фамилии вношу список на 8 утра я тебя правильно поняла ну хорошо ладно понятно ну тут еще такой вопрос честно даже даже сегодня вот на себе испытала новые ощущения как говорит аня выхожу значит я на балкон и тут я поняла какое потрясающее пространство просто вот можно сказать простаивает сколько активности придумали люди на балконе у кого-то стоит беговая дорожка фитнес-зал кто-то устроил у себя там уже шашлыки поставил барбекюшницу там активно жарит майские праздники справляет вот кто-то просто так гуляет вот как я туда-сюда потому что надо особо на балконе нечего делать только вот так ходить все можно конечно еще посидеть завалиться как вы используете балконное пространство как часто вы бываете на балкон аня гулять ходит на балкон она боится выходить на улицу хотя в принципе на улице легко обойти всех людей вокруг даже за 4-5 метров можно входить она очень когда вчера вы выходили да получается ну наверное вот впервые за месяц я вышла вчера она вообще не выходила из дома она только на балкончик гулять будет надевалась на балкончик туда и там тусуется минут 10-15 а в принципе на балкончик я-то хотела спросить у вас как бы отличается ли ваш внешний лук то есть такой как бы фэшн когда вы выходите выбрасывать мусор когда в магазин как бы это разные ваши луки или одинаково оказывается спрашивать нужно только даню даня в таком случае этот вопрос полностью твой а как он может отличаться в общем то нет конечно я переодеваюсь я не хожу в трусах естественно и в тапках резиновых но но в принципе меня вот аня видишь первая работа а это все-таки тебя настигло но сейчас это тренд как там парикмахерская черная кость да в этом роде вот здесь вот машинкой на полу на стуле отличная самоизоляционная стрижка помогает от всего это такой стайл да это такой стайл причем как бы ну это на моде на стиле ты сейчас даня это ты как бы вот прямо в струе аня как твои ощущения то есть ты теперь парикмахер можно уже начинать записываться потому что мне уже тоже надо а я с ним умею только это если хочешь если честно я не настолько готова к радикальным изменениям все-таки хотелось как-то сохранить или менее обноваемый вид но если ты настаиваешь ради тебя я готова рискнуть можно приехать машинкой если хочешь в принципе надо же Алиса надо же чтобы у нас что-то было все-таки общее на вид все-таки из Харькова оба и так далее все что угодно но все-таки вот не это должно быть у нас общее мне кажется так ну хорошо друзья ну как-то у нас все становится как это горячее и горячее в наших окошках а вот по поводу досуга кстати вот для аудитории поясню именно вот эти вот двое из обязательных людей были наверное первыми такими ласточками которыми сказали ты матрас полоса а ты что там сидишь дома вот тебе ссылки вот тебе берлинская филармония вот мы сейчас заняты не звони нам мы слушаем венскую оперу короче там а ты там что разлагаешься как у вас это долго ли продлилась ваша культурная жизнь и как она была продолжена книги, фильмы ты знаешь самоизоляция она проходит несколько этапов на первом этапе ты думаешь о здорово у меня есть время чтобы отдохнуть у меня есть время чтобы больше читать больше смотреть больше слушать но к сожалению этот этап сменяется другим когда тебе все уже становится лень и ты стараешься держать себя вот в таком ритме но не всегда это получается в общем сначала мы расписали прям вот знаешь по дням то есть один день мы смотрим какой-то новый хороший фильм допустим другой день мы смотрим трансляцию из оперы или берлинский симфонический в общем все что есть в открытом доступе а сейчас в открытом доступе довольно много информации которая действительно полезна нужна и для нас она хорошо что она открылась и открылась в таком формате но сколько это продлилась ну это нет это периодически возникает нам какое-то желание такое давай что-нибудь посмотрим давай недавно воткнули там седьмой маляр посмотрелись хорошую запись из Нью-Йорка какого-то 2014 года или 2017 не помню по-моему 17 а так в принципе чем мы только не снимаемся так если задуматься смотрим какие-то сериалы иногда и дошло до такого нет сейчас мы допустим кайфуем от живса и бустера не знаю смотрел это не смотрел это такой английский классический юмор такой прикольный начало прошлого века все такие чопорные англичане это прикольно посмотрели кучу всего ну кучу фильмов различных значит прям отбрали пачками и смотрели что-нибудь одно типа там «Аня любит Гарри Поттера» посмотрим полностью с начала до конца и на это могло уйти не знаю там три дня допустим сколько восемь фильмов и увидим вот так вот и уже киснем тут ну на самом деле это не значит что мы весь день только и делаем что смотрим фильмы вот так вот пачками то есть у меня сейчас я выработала для себя режим который более-менее для меня приемлем я выделяю там время для собственных занятий это там ну хотя бы минимум там два часа два-три часа в день выделяю время для своей работы которая ассистентская работа для диплома для статей которые я пишу и в принципе день уходит но немного раздражает что все дни похожи друг на друга то есть получается действительно день с рука ты встаешь ты делаешь какую-то рутину после этого ты занимаешься ты пишешь работы работы и потом наступает вечер ты смотришь что-то новое и все на этом твой день заканчивается и нет общения с теми людьми с которыми я привыкла общаться нет работы нет коллектива и это печально ну кстати да тебя удивительно это слышать потому что на самом деле всем музыкантам сдаю опрос но я просто тебе знаю что как бы ну экстраверт или интроверт то есть на самом деле не в этом даже дело да но вот хотела спросить у вас а сколько вот вам не хватает людей потому что во первых вы вдвоем то есть как бы ну по идее компания ну она присутствует да то есть вы общаетесь вот в живую друг с другом то есть ну я понимаю что это не не есть коллектив да в крупном понимании в каком-то широком но вот я могу я не знаю ну вот вот с вами пообщаться сейчас у меня живое общение вот именно такое то есть насколько вы чувствуете острую необходимость вот прямо здесь сейчас вот человек вам нужен ну скажу честно я допустим не чувствую прям острой необходимость да мне конечно не по себе слегка если говорить лично про себя потому что ну как то странновато сидеть все время дома с другой стороны для меня это привычно довольно таки я не особо люблю большие компании допустим мне хватает одного-двух друзей максимум это в принципе для меня нормально это самая лучшая компания которая может быть один-два человека больше это уже не компания не относится к этой фиге потому что люди как ты сама знаешь наверное любят собираться маленькими кучками если ты собирался больше четырех человек пяти то это уже две компании не одна и смысла в ней никакого особого нет поэтому для меня два-три человека это максимум но сейчас и этого нет вот Анька и Кошка в общем-то все что у нас на момент имеется в принципе как сказать с другой стороны если посмотреть наверное раньше лет может быть десять назад я бы напрягся а сейчас я смотрю на это по-другому ну такой период я с этим сделать ничего не могу и зачем по этому поводу расстраиваться и напрягать всех вокруг тоже смысла никакого в этом не вижу поэтому ну живем как живем а дальше посмотрим ну для меня было открытием что я действительно начала скучать по людям ты меня знаешь и ты знаешь что я люблю одиночество действительно и мне в одиночестве есть чем заняться я не чувствую себя плохо но сейчас я действительно поняла что мне нужны люди мне нужно это общение мне нужно какое-то там другое мнение мне нужно поговорить о чем-то и для меня это было открытием но мне кажется что на самом деле просто даже не столько не столько может быть люди там нужны или не нужны может быть я некорректно даже поставила вопрос сколько просто сама ситуация вот эта информационная пуля да которая так или иначе давит или там даже достаточно выглянуть в окно увидеть какую-то странную картину что мало машин нет людей ну как бы она все одно к одному как пазл собирается и психологически начинает давить вот я скажу что за этот период вот на реально может быть плохом настроении я пребывала ну несколько дней причем ну то есть действительно я просто поняла что это не очень хорошо что мы сидим но у меня скорее всего это был дефицит не столько общение вот именно да вот общение ломка по общению сколько это было ломка по пешим прогулкам то есть просто по желанию выйти вот бесцельно да вот если уж никуда нельзя все равно нет концертов нет работы в оксинг да как бы ну просто вот уже пройтись вот даже на уровне просто физики я поняла что да вот этого очень не хватает и знаете вот для меня лично решает вот для меня секрет сейчас какого-то счастья рецепт этого счастья в том что даже через силу начинаешь какую-то делать физическую именно нагрузку на самом деле любую лучше всего даже вот странно от меня прозвучит не особо люблю выплясывать ну хотя как как сказать вот в принципе вот можно даже что-то такое драйвовенькое включить я так тут прибираю так готовлю танцующе еще что-то и кстати знаете это решает потому что ну вот как-то ты обманываешь свою психику посредством тела ну как-то так ну в принципе это примерно так и работает и гормоны выделяются в нашем теле именно от этого а не потому что ты сидишь в кресле и смотришь фильм соответственно что-то надо делать конечно мы вот в принципе страдаем такой же фигней но каждый по-своему у меня физическая нагрузка у меня там тренировочка через день бывает через два я себя напрягаю тут железками разными и так далее я себе устроил типа маленький какой зал тут гантели по 20 градусов гантель гантель я туда занимаюсь а Аньку гоняю когда она пресс качать начала показывает какие-то все это делает о так у вас как это выделился тренер в вашем коллективе да и короче человек которого тренируют еще бы конечно ну Даня ну ты знаешь просто мы не будем замалчивать есть еще такое вот дело в котором ты ну абсолютный лидер конечно готовка это кулинарные курсы которые ты должен открыть для Анны Михайловны вот потому что ну мы не будем замалчивать пора уже научиться готовить жареную картоху на самом деле я смеюсь конечно вот но может быть действительно вот вы вместе не пытались ничего приготовить ну она как младший научный сотрудник я ей позволяю знаешь там типа чайничек залить там в кипс скипятить так же еще работа которая не требует ни ума ни таланта ничего не ну в принципе она и рада по этому поводу потому что не надо ничего особо делать не знаю наверное скорее всего мне так кажется что просто время и не пришло еще когда она придет сама захочет и сама начнет это у меня так было в жизни тоже я тоже что-то делать не хотел ни в какую и мне не интересно было как только интерес появился тогда начинается и все получаться начинается самое интересное как только появляется у тебя интерес к чему-то если у тебя есть желание то оно и получится так было с инструментом в свое время когда я заинтересовался по-настоящему я почувствовал дух соперничества с людьми слава богу тогда в Харькове были люди которые умели играть инструменты хорошо и тогда я был в основном совсем ничего не умел я это почувствовал как только я это почувствовал и понял что я хуже меня это заставило заниматься заниматься как проклятый если бы их не было я бы и не занимался ни хрена и далеко бы оттуда не уехал это сто процентов где-нибудь там бы и работал бы сейчас где-нибудь в оперном чатере играл бы щелкунчика плохо вот в этом то и прикол как только ей захочется она почувствует что в этом есть какой-то кайф она начнет я уверен все-таки проснется желание чего-то нового в жизни нет ну тут конечно добавить нечего я вот прочитала комментарии немножко смеюсь что Аня что ты пьешь пишет нам Лиля но на самом деле говорят что это пуэр что это чай но я я не верю потому что мой следующий вопрос ребят ну если вы так вот как бы ну скучаете не скучаете по людям ну вообще это все решаемо есть такое понятие сейчас как онлайн бары мне кажется это очень перспективная тема мало того можно устроить ну то есть на полном серьезе бар ну в нормальном смысле слова у себя дома да и даже придумать какой-нибудь интересный новый самоизоляционный коктейль дать ему название придумать рецептуру ну и как бы запустить потом патент как только нас выпустят как вам бизнес идейка таким планом можно спиться она очень боится она считает что если она выпила полтинь чек-вискаря то это она алкоголик все больше нельзя но если она каждый день начинает пить или каждый полдня то нет это самое дело что это бывает не так часто но она считает что эти полтинь все кошмар мы спиваемся а для меня как слону дробина сама понимаешь 50 грамм вискаря выпить это ну только раздразнили называть пошла тема бухла у духовиков вот я когда мы с вами пойдем по наклонной все таки это произошло вот нет ну знаете все таки стресс как бы каждый снимает по-разному я вообще вот так плавно хотела спросить у вас насчет медитации дзена то есть как бы люди ищут сейчас равновесие но совершенно в разных вещах вот я сказала как я этот вопрос решаю ну с переменным честно сказать успехом вот но что вот вас успокаивает как бы как вы ну вот не знаю медитируете релаксируете вот когда прям хочется уже и фильмы пересмотрели уже выпили уже поели вот а все равно вот вот вы дома что вы делаете я лично скажу так что я в принципе грешен конечно я люблю поиграть во всякую фигню и в компе и где угодно ух ты это интересно да да мне прям это нравится разная фигня любая такая угодно но лишь бы хорошая конечно не все подряд а фифа ты играешь нет футбол в принципе не люблю поэтому и не играю в компе баскетбол и так далее такие вещи к сожалению не могу выйти у меня пошатки прямо на каждом углу стоят во дворе везде мы один раз вышли с Анькой мячик побросали я даже попробовала забросить какой-то трехочковый удар у меня в мяч куда-то улетел какого-то мальчика и после этого не ну нормально в принципе побегали немножко к сожалению сейчас этого сделать нельзя потому что это закрыто завязано лентами то есть вернее можно но не хочется оказаться в обезьяннике местном я там еще не был и не хочется пока а так в компе сижу и играю но это же весь это Анна Михайловна потому что как только она выходит из своей комнаты позанимавшись на полчасика там и видишь что я занят чем-то другим а не ей то это все это же кошмар надо отвлекать обязательно ну да Аня она требует как бы внимания к себе это знаешь известный факт это вообще как бы известный факт о женщинах они требуют к себе внимания у нее это конкретно по полчаса происходит у нее эта программа как-то помидорка называется да ты слышала про этот способ что про метод помидора ну конечно это тайм-менеджмент вообще-то это подходит не только под занятия вот видите дорогие студенты опа круг замкнулся наконец-то не только я об этом говорю о слушаем вот у нее помидорка она позанималась как только она пикнула там что все отдыхай она приходит отвлекать меня на самом деле это действительно классно то есть ты занимаешься там 25 минут потом 5 минут у тебя есть на отдых а потом ты опять занимаешься так такими циклами и за это время ты действительно достигаешь максимальной такой концентрации и в целом этот метод мне конкретно он подошел разные есть про него отзывы кто-то говорит что и мне нравится кому-то не подходит что именно по 25 минут кто-то ставит больше допустим пятьдесят пять минут и отдых пять минут но мне вполне удобно двадцать пять минут занятий пять минут отдыха и такими циклами это все идет причем это действительно работает не только с своими занятиями это работает и с статьями и вообще в любой работе в принципе слушайте ну а давайте вернемся немножко в сторону брейнсторминга вот какие из онлайн опций вообще вот вы рассматриваете в принципе потому что он поговаривает что даже когда выпустят какую-то часть вот этого онлайнового айсберга все равно так или иначе попытаются во-первых оставить во-вторых ну может быть какой-то в этом толк и есть да потому что все-таки какие-то вещи которые ты делаешь на удаленке они все-таки экономят время и все такое ну вот такой двойной вопрос не было ли у вас желания посетить какие-нибудь ну профильные или не профильные вебинары да потому что люди сейчас как бы оказались ну опять таки сами с собой и какое-то испытывали все это время голод и нехватку времени ну по каким-то новым именно знаниям и опциям ну это у кого-то касается например языков у кого-то это касается там менеджмента и прочих-прочих вещей то есть как у вас с этим у меня был вебинар по по педагогике то есть вебинар для преподавателей музыкальных школ и целом там была тема раскрыта этой самоизоляции как заниматься сейчас можно ли вообще заниматься в таких условиях и в целом вебинар был интересным то есть там хотя бы подсказали пару программ через которые можно заниматься более продуктивно чем через ватсап или вайбер как занимаются многие преподаватели подсказали настройки более точные чтобы можно было выставить уровень нужный и чтобы он воспринимал музыкальный инструмент более точно а не так что если у тебя верхняя частота у флейта у тебя все картин и ты не можешь ничего услышать то есть в целом это был наверное хороший вебинар его проводили Зоя Визовская и Антон Прищепа и это был пока единственный вебинар на котором я была а что касается языков вот у меня тут недавно был ну как уже на самом деле давно в какой-то из онлайнов я сказала что типа ребят вы писывайте хотя бы новые слова не позвольтесь на английском на двери так сказать туалета с той стороны с которой как говорится надо вот написали списочек с другой стороны написали перевод вот и работают вот так уже к концу самоизоляции вы прям летаете знаете у вас багаж увеличивается в разы как вообще с языками не было ли желания подучить может быть выучить вообще новый или там совершенствовать английский тот же самый у меня было такое желание но Даня довольно неплохо говорит мы когда ездили то все что касается разговоров это все было на Дане поэтому я думала действительно но скорее посовершенствовать знаешь свой разговорный язык потому что одно дело учить слова а другое дело пытаться заговорить на языке и применять то есть нормальная языковая среда из нее нет ну если есть база какая-то я имела ввиду если базы нет конечно это как мертвому припартию ну то есть да языковая всегда нужна нужна определенный словарный запас самых простых обычных фраз которые используются часто и нужно их уметь применять для этого нужно общаться с людьми хотя бы с одним человеком хотя бы вот поэтому я и хотела общаться с ним хотела вот а если ее нет то можно выучить сколько угодно слов толку от них не будет это бестолковое занятие ты знаешь сейчас я этим не занимался ну пожалуй ничем таким но сколько прошло уже около года наверное да около года прошло я все время учился на права таким образом а а что-то получилось я не ходил ни в какую школу как это делают там за партами сидят а просто вебинары человек рассказывает ты все это записываешь потом там же на сайте тесты проходишь и так далее скачиваешь приложение специально с правилами новыми дорожного движения все это можно спокойненько изучить в метро пока ты мотаешься на работу и обратно я таким образом и занимался в итоге сдал без проблем весь тест никаких проблем не было с вождением другое дело конечно ты в вождении по онлайну никак не научишься но придется за руль садиться и кататься но тем не менее это уже полезно я так впервые с этим столкнулся я считаю что у этого дело есть будущее точно если ты хочешь опять этому научиться научишься то главное не быть бараном и просто заниматься да а если думаешь да потому что как бы я понимаю что для меня бы тоже такая схема подошла любая другая бы точно не подошла некуда просто впихнуть это в расписание в обычное да ну вот у меня еще друг один там же на работе у нас у Когана трубач он права ему папа помог все время купить это в казахстане и он даже не сдавал ничего надеюсь он не смотрит сейчас на тысячи неважно он сейчас уже пересдавать будет по ночам что он получил гражданство наконец-то как и я слава богу и ему нужно пересдавать на права теперь уже на российские а мне не надо я их получил здесь слава богу тоже и вот он меня спрашивал как же так я ж нифига не знаю мне нужно типа подучить матчасть подтянуть вот я ему скинул эти варианты скинул ему эту школу свой кабинет личный он смотрел что там и как в принципе это довольно занятно то есть таких вещей много сейчас в онлайне можно действительно чему-то научиться тебе это интересно ну а как вот с онлайн уроками с учениками вот Аня у тебя остался кто-то или нет сейчас да у меня осталось там трое учеников всего но в этом есть смысл они как бы как-то то есть вот ты видишь что это совершенно для твоих например применимо или ну так ты знаешь с возможностями которые у нас есть сейчас для качественного восприятия звука нужен хотя бы качественный микрофон потому что когда ты слушаешь когда занимаешься онлайне это кошмар первоклассник и там солист большого театра они играют одинаково к сожалению по звуку то есть солисты большого театра все вас только что списали в общем для меня я занимаюсь с ними путем аудиозаписи они мне присылают аудио я их отслушиваю пишу комментарии потактовый и для меня этот вариант он более менее еще приемлем хотя опять же это обычные ученики музыкальной школы и какие у них могут быть средства вообще то есть они записывают на диктофон они отправляют с диктофона что-то услышать в этом варианте можно это лучше чем онлайн но хорошо что у меня остались только старшие дети потому что если бы у меня осталась прошлая нагрузка я работала раньше на полную ставку у меня было там 15 учеников и больше и в общем то если бы я работала на такую нагрузку как раньше не думаю что из этого бы что-то вышло первоклассник который приходит которому там полгода он играет допустим на пиколке или на блок флейте потом ты ему ставишь аппарат и потом возникает эта ситуация с самоизоляцией и ты не можешь ничего сделать ты не можешь ему поставить там все строится на ощущениях к сожалению то есть ты не можешь объяснить ребенку как нужно взять инструмент ты должен показать ему ты должен показать ты должен поставить дыхание и это база технологии то есть на этом все строится поэтому со старшими детьми еще можно в принципе каким-то образом так работать но с младшими я сочувствую педагогам которые сейчас работают таким образом ну сейчас это скоро как бы завершится в любом случае вне зависимости от решения о продлении или прекращении временном постепенном расслопывании этого карантина самоизоляции приседания да с меня опять приседания потому что это потому что я сказала слово карантин дорогие друзья я сама установила эти правила и сама потом приседаю вот да называется сам дурак короче говоря до 15 мая обещают просто школу завершить уже то есть в этом году как бы такой более укороченный сезон год вот поэтому скоро детей как бы отпустят от этих мучений но что будет в сентябре никто не знает мы конечно мы верим в лучшее да будучи взрослыми потому что взрослым тоже очень весело слушайте ну давайте так пофантазируем вот есть такие у меня буквально три вопроса это как мини-игра как вы видите себя через два месяца после выхода самоизоляции именно через два ну допустим еще два да ну давайте побольше возьмем это вот именно как вы видите себя ты знаешь мне кажется что многие сейчас ну ну кто и будет отвечать на этот вопрос они ответят что да я выйду самоизоляции я там буду начитан я буду образован я посмотрю там много всего я научусь всем языкам но когда это время придет на выходе кажется что люди выйдут такими же какими они уходили Даня ты как считаешь я не буду говорить за всех я не знаю какими люди выйдут потому что это зависит от конкретных людей и они могут выйти любыми задача я вас конкретно спрашиваю вот конкретно если говорить про нас то скажу так про себя скажу что я выйду таким же человеком внутри точно и когда мне нужно будет набрать форму я ее наберу проблем в этом плане точно никаких не будет насчет своего здоровья скажу только что я лучше из карантина чем я в него вошел я тоже присяду я знаю потому что во первых я за это время скинул вес а не набрал так большинство людей которые сидят сейчас дома и уже хорошо и я почти не пью кстати самое интересное мне Анна Михайловна здесь вообще не позволяет никаких вольностей да только вместе с ней и только если есть какой-то повод у нас принимается вот насчет Ани и с ее позволения скажу что за это время она получила опыт которого раньше у нее точно не было потому что в принципе она никогда не жила в таких условиях ну это правда я всегда была на работе вот сколько я себя помню это действительно так да во первых на работе начиная с 17 лет у меня уже была официальная работа до этого были какие-то халтуры какие-то вот такие сборные моменты и учеба естественно 17 лет у меня уже была работа и сколько я себя помню я никогда не находилась дома это правда то есть я всегда уходила там к 7-8 утра возвращалась в 10-11 вечера и этот ритм он не изменился ни в Новосибирске в моем родном городе ни в Москве и поэтому для меня это действительно это впервые я даже не могла просидеть неделю дома а мы говорим сейчас полутора месяца полутора месяца ну и ты знаешь сама что да как мы с ней пересекались раньше ну и она приезжает ко мне там в гости 1 день 2 да потом уезжает потом она дома ну с тобой где-то там потом опять и вот такая наездами наездами а теперь она постоянно не без возраста сидит со мной здесь полтора месяца для нее это явно был сначала стресс но в принципе как ни странно я удивлен потому что скажем так мы практически не ссорились я боялась затрагивать эту тему но ребят вы знаете вы как бы шах и мат вы сейчас как бы сделали мои три замечательных вопросов потому что на самом-то деле следующий вопрос как вы видите себя через два месяца выхода из самоизоляции я не буду приседать я у нас только что как это сократились на литр никто не приседает уже да все нормально вот я буду держаться чтобы не проиграть следующий вопрос должен быть таким кем вы видите себя после выхода из самоизоляции наконец третий вопрос раз вы такие серьезные попались в духовике блин вот третий вопрос а вы вообще хотите думать о том какими и как вы выйдете из самоизоляции через пару месяцев но вы но вы оказались настолько серьезными что я просто вот знаете следующий лот все закрыть снять как говорится да духовики тоже иногда бывают такие да вообще вы как будто бы настраивались тут сейчас не знаю сдавать как минимум диссертацию написали и сейчас отчитываетесь у нас тут вообще очень позитивно все нормально ребят и кстати говоря вы сегодня закрываете вот третью серию это получается двадцать седьмой онлайн верите ли вы двадцать седьмой диалоговый онлайн как долго вы с вами к этому шли ну это кстати большая честь это правда да ладно конечно нет слушайте на самом деле как бы это я долго продержалась потому что ну как бы можно было можно было с вас так сказать начать но меня но меня раскачали другие люди не кстати говоря а вот как вам кажется вот в принципе за неимением концерта вот ну там в связи с проектом о котейка котейка оооо я люблю кошечек кошечек там она похожа на твою кошку я раскрою немного карты да очень похожа действительно на луну она похожа у меня тоже кошечка дома точнее ну теперь уже не знаю где мой дом посмеюсь смех у родителей у родителей да давай а так хочется говорить про котиков потому что котики это самый главный контент интернета все любят котиков знаете щенят какие-нибудь маленькие там это все да слушайте ну а как вообще такой вот формат когда вот нет концертов и в принципе можно так во брейнсторме так пообщаться вообще в этом есть какой-то смысл или глупость глупостью как вам кажется мне кажется это замечательно сейчас скажу не потому что делать больше нечего а потому что общения именно такого как раз не хватает людям обычно знаешь у меня есть куча друзей знакомых одноклассников однокурсников с которыми мы учились вместе и прошли уже пол жизни вместе да есть допустим ну к примеру я приведу есть у меня однокурсница Настя Дзюба она была изначально сейчас у нее другая фамилия уже давно она уже второй раз а я ее знаю да 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 она в русской фармонии работает мы с ней учились в десятилетке вместе в Харькове потом мы учились в академии вместе тоже на одном курсе и вот а сейчас в Москве и мы не видимся годами и не общаемся годами хотя мы в принципе в одном городе находимся вот самое интересное я чаще виду людей которые в других городах и за границей даже я чаще их вижу чем ее и это странно и вот в такое общение было бы гораздо было бы наверное полезнее людям а сейчас время для этого есть пожалуйста занимайся этим присоединяйся как говорится и болтай если хочешь мне кажется она чаще это полезнее ну нет ну в общем да просто всегда были как бы эти видеоконференции на самом деле просто вот инстаграм сначала запустил эти диалоговые окна потом сейчас вот я насколько знаю фейсбук вроде что-то такое тоже там прикрутил но они были вторыми поэтому на фейсбуке допустим делать такую активность уже вроде как кажется это какая-то перепевка вот слушайте ну а такой вот вопрос я очень люблю что-то делать в реальности наверное как сейчас большинство людей то есть все-таки уже как-то мы выходим отходим от фильмов отходим от этих онлайн концертов от всего-всего-всего вот ну вы знаете моё guilty pleasure что я собираю пазлы вот но опять же возвращаясь к тому что вас двое а значит активность возможно более такая динамичная чем у меня мягко говоря есть ли у вас дорогие друзья какие-нибудь настолочки настольные игры мы купили эту штуку наверное самые там первые три дня из изоляции ой а что это такое ticket to ride это что такое а это железная дорога да это паровозик и в общем надо строить маршруты там и так далее короче это монополия из паровозиков о круто слушайте я как будто бы знала а я не знала что вы такое приобрели ну и в телефоне тоже монополия если что прямо через по блютусу с ней сидим играем вот это да это вообще конечно ну и плюс чем мы собрали один пазл который нам сделала подруга Анькина в Владимире которая сейчас здесь кстати ну да да вот один собрали второй собран лежит он изначально был собран потому что когда печатали его мы его не сломали еще не собрали по новой надо тоже сделать но один собрали по крайней мере в общем выкручиваем как можем из этого состояния в четырех стенах уже придумываем все что можно придумать ну самое интересное начнется тогда когда начнут расхлопывать потому что вы пойдете на работу но мягко говоря не скоро это точно не скоро как и мы собственно говоря да но хотя бы уже просто выйти то есть конечно у кого-то разговоры только о том что они увидят людей увидят друзей у кого-то разговоры о том что надо срочно возвращаться на работу на самом деле срочности сейчас такого слова в принципе нет и кстати вот возвращаясь к тому что ты Аня не жила в таком распорядке ну я тоже не могу суметь когда это касалось меня вообще если когда-то касалось ну просто это беспрецедентная история тут же даже вопрос не в том что человек трудоголик много у него дел там или мало много у него работы или мало это абсолютно о другом что даже когда ты бездельник да ты хотя бы можешь ну выйти и бездельничать где-то там да а здесь вот именно в четырех стенах ну не знаю с другой стороны меня ты тоже чему-то научила мне кажется что сейчас как-то все настолько сжалось вот я говорю ощущения мои лично что дел меньше не стало потому что количество там контента и того что я делала обычно в принципе ну оно плюс-минус такое же просто обычно это живые концерты да которые я нарезаю сейчас это какие-то вот запасники бэкстейджи в конце концов эти онлайн из которых я сделала сериал ну то есть и вот оно все как снежный ком естественно наваливается то есть я не могу сказать что вот прямо ты сидишь и думаешь господи 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 чем себя занять ну плюс ко всему у меня теперь еще открылся кулинарный влог который я буду периодически пополнять я так чувствую потому что вот это вот как бы вечеринка в итальянском стиле назовем это так да у нас это тоже чего только не бывает вечеринки разве слушайте но вот по поводу настолок тоже очень интересный момент ведь смотрите вот вы показали интеллектуальную такую вещь я так спросила про карты вы типа этого не слышали проигнорировали но у меня созрел еще более остросюжетный план есть такая замечательная настольная игра которая есть ну практически у каждого уважающего себя музыканта называется шот рулетка которая имела место быть даже в моей жизни правда она была не у меня я ее подарила когда-то своему другу на день рождения вот вещь незаменимая вещь абсолютно классная и тогда знаете никакая самоизоляция никакое отсутствие людей и каких-либо активностей в принципе не имеет значения главное правильно расставить так сказать сами знаете что а вот у нас а вот у нас 27 секунд потому что о рулетке нечего разговаривать ну что мы прощаемся с аудиторией как вы да видимо видимо прощаемся так какие друзья мы посовещаемся вы скажете всем пока или нет конечно спасибо да мы сейчас решим этот вопрос все не переключайте и смотрите midnight loft онлайн и это это